Доброго всем! Сегодня у нас в ремонте головка блока цилиндров Nissan X-Trail. Основная тема видео это вариант регулировки клапанов без замены стаканчиков. Ну и покажем немного остального. Итак, вот она эта головка. Традиционно пронумеруем клапаны. Снимем крышку постели распредвалов. Откручиваем крепежные болты. Вынимаем валы. Конечно, обязательно проведем дефектовку постели с валами. Теперь нужно извлечь толкатели клапанов. В простонародье их называют стаканчиками. Для этого, конечно же, подпишем их, чтобы не перепутать. Впускные и выпускные стаканчики мы не перепутаем. Они разного диаметра. Рассухариваем клапаны. Для этого обстучим тарелки клапанов, чтобы ослабить сухарики. Теперь можно без усилий их рассухарить. Как обычно, мы воспользуемся струбцинным рассухаривателем и магнитом для извлечения сухарик. Снимаем пружины. На вид они одинаковые. Однако пружины помечены выпускные красной краской, выпускные зеленой. Поэтому вникать в размеры не станем, а лишь запомним сей факт. Тарелочки в этой головке выполнены из какого-то сплава. На вес они очень легкие. Магнитом берутся. Кто знает, из чего они отлиты, черкниты. Интересно. Рассухаривая головку, пропустил один из клапанов. Ну, конечно, рассухариваем мы его. Вынимаем клапаны из направляющих втулок и предварительно оцениваем износ втулок. Также мы оцениваем клапаны по износу стержня и по биению. А вот и сюрприз. Прогоревший выпускной клапан. Клиент привез новый клапан. Он оказался в каком-то защитном напылении. Серое такое матовое напыление. Оно очень легко снимается ногтем. Помыли головку, почистили, отдали на опрессовку. Опрессовка показала, что герметичность не нарушена. Далее выполнили всю стандартную работу по ГБЦ. Порезали седла на станке и притерли клапан. Об этом мы очень подробно рассказывали в предыдущих видео и в данном ролике мы все это пропустим. А покажем регулировку зазора между толкателем клапана и кулачком. Регулировка зазора в этой ГБЦ осуществляется стаканчиком, то есть высотой внутреннего вот этого пиптика. Если возьмем и посмотрим внимательно на дно стаканчика, то мы увидим там разные цифры. На этом 3,24. Опять 3,24. Берем следующий стаканчик 3,26, 3,26, 3,28, 3,20, вновь 3,28. Конечно, регулируя зазор, можно поиграть этими стаканчиками. Посчитать, поменять местами, где не подошел поставить нужные стаканчики, купив новые или поменять их на подходящие из обменного фонда от других регулировок. Однако можно пойти и другим путем. Вот, к примеру, мы кардинально ничего не делали по головке. Едва коснулись тарелки клапана, минимум шлифанули ее, подрезали седла опять-таки по минимуму. В таких случаях на эти операции уходит одной десятки миллиметров. В самом крайнем случае две. Поэтому можно отрегулировать зазор путем торцовки ножки клапана. Цементацию мы особо не нарушим и отрегулируем зазоры. По большому счету это все фильтинограммата и нужно регулировать новым стаканом или заменой седла. Но клиенты в большинстве своем на сегодняшний день выбирают регулировку таким способом. Итак, надеваем старые сальники, чтобы было удобнее. Расставляем по своим местам стаканчики. Надеваем крышку распредвалов или постелек, как кому удобно называть. Фиксируем болтами. Расставляем по своим местам клапаны. Теперь можно перевернуть головку и клапаны выпадать не будут. Их будет удерживать те самые старые сальники, которые мы поставили. Приступаем к замеру зазоров, которые получились у нас на данный момент. Для наглядности подпишу на головке. Это вот впускная сторона, впускные клапаны, а это выпускная. Зазоры между стаканчиками и кулачком на впуске должны быть 0,25-0,3 мм, то есть щуп толщиной 0,3 мм должен пролезть, а вот уже 0,35 нет. На выпуске щуп 0,35 должен пройти, а 4 десятки нет. Начинаем измерять. Берем щуп десятку. На всех впускных клапанах щуп проходит свободно, кроме одного. Далее берем щуп с толщиной полторы десятки. Здесь он не лезет. Здесь тоже. А вот в этом цилиндре проходит. Промеряем в этом месте щупом на пять суток полные. Две десятки. И этот щуп здесь проходит. А вот толщиной две с половиной десятки нет. Приступаем к торцеванию клапана. И делаем это согласно разнице требуемого зазора и существующего. В этом моменте кроется нюанс. Необходимо торцевать ножку клапана на пять суток меньше. Все дело в том, что когда мы окончательно соберем головку с засухаренными клапанами, клапаны будут давить через стаканчики на кулачке распредвала. И так как распредвал лежит в постели с зазором пять-семь суток, то он будет подниматься вверх. А значит и зазор увеличится на этот показатель. Поэтому срезаем ножку меньше на пять суток, чем требуется. Например, где нужно добавить к трем десяткам пятнадцать суток, торцуем на одну десятку. Где нужно добавить пять суток с учетом минус пяти, то мы возьмем лишь слегка коснемся торчика. Расставляем клапаны по своим местам. Делаем контрольный замер. Щуп две десятки проходит. Две с половиной еле-еле. Так и должно быть. Как я и говорил раньше, когда мы соберем полностью головку, то валы подопрутся клапанами и зазор увеличится на требуемый пять суток. И будет не две с половиной, а три. Таким же образом поступаем и с выпуском. Сняли размеры, поторцевали за минусом пять суток и теперь проверяем полученный зазор. Три десятки еле-еле проходят. Когда засухарим, то все будет хорошо по аналогии с пуском. Теперь наши следующие действия. Раскрутить постель, засухарить клапаны на старых сальниках и проверить полученный результат. Все это проделываем. Ставим пружины с тарелками, вкладываем сухарики, засухариваем. Обязательно обстучим ножки клапанов. Ставим стаканчики. Смазываем шейки распредвалов. Вкидываем валы по своим местам. Накидываем крышку, обжимаем ее. Проверяем зазор. Пуск. Берем щуп две с половиной десятки. Он проходит. Меняем щуп на толщину в три десятки. Проходит. Берем три с половиной. Он не должен лезть. Все так и есть. 35 соток не проходит. Проверяем таким образом и в остальных цилиндрах. Выпуск. Щуп толщиной три с половиной десятки должен лезть. А четыре уже нет. Итак, три с половиной проходит. И здесь. И здесь. А вот четыре десятки не входит. Измеряем дальше. Вот на одном клапане 35 соток не лезет. Проверяем толщиной три десятки. Проходит. Значит этот клапан нужно подторцевать на пять соток. В остальных цилиндрах все в норме. Итак, вновь раскрутим постель. Этот клапан подрежем на пять соток. Затем помоем головку под окончательную сборку. Скидываем крышку и валы. Пронумеруем стаканчики, так как прежняя нумерация стерлась. Извлекаем их. Рассухариваем головку. Обмываем мойки ГБЦ от всевозможной грязи, пыли, стружки, притирочной пасты. Обдуваем, просушим и приступаем к сборке. Вот сальники, которые привез Клевин. Производитель фирмы Триали, международное совместное предприятие. Пытаемся их надеть. Сальники, к сожалению, не надеваются. Они болотаются на втулке. Ставим в известность клиента. И он, через некоторое время, привозит другие проверенные сальники Элоринг. Эти колпачки без проблем и, как положено, надеваются. Далее вкидываем пружины с тарелками. Ставим сухарики. Засухариваем. Вновь не забываем отстучать ножки клапана. Расставляем стаканчики. Смазываем масло шейки распредвалов. Ставим валы по своим местам. Надеваем на место крышку и обтягиваем ее. Для контроля можно еще раз сделать замер. Что, собственно, я и сделал. Чисто для успокоения души. Но сделал это уже за кадром. А на этом все. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Обязательно ответим. И безаварийных вам поездок. И безаварийных вам поездок. И безаварийных вам поездок.